Здравствуйте дорогие зрители! Здравствуйте дорогие зрители! Маска! А вы так не считаете? Вы вообще маску смотрите или нет? Обсуждалось появление девочек. Многие ставили ставку на внешность, но в постшоу показано было, как будто эта ставка не сыграла. Хотя по глазам Михаила и по глазам других парней, экспертов, видно, что девичьи ставки на внешность срабатывали. Вы просто посмотрите на этот взгляд в декольте. Нежность все-таки важна. Не самое важное, но очень важное. Первое впечатление по одежке. Когда девочки выставляли декольте, это все-таки срабатывало. По постшоу я могу сделать вывод, что эти два дома были придуманы специально и не Михаилом. Потому что те девочки, которые не понравились нам, как зрителям, в основном не понравились, те не понравились и Михаилу. И смысл оставлять их у него не было. Но он их оставил. Хотя в постшоу сразу сказал, что даже на первом впечатлении они ему не понравились. Это Варя и инфантильная Лола. Эксперты заявили, что Михаил – это аудиал. И что люди делятся на аудиалов, визуалов и так далее. Но это как бы известно. Но есть одна маленькая поправочка. 90, если не 99% информации мы получаем через глаза. Какой бы аудиал ты ни был, все равно важно внешний вид. Вот закройте глаза. Вот закройте. И походите с закрытыми глазами. Оденьте вот эту самолетную маску для сна. И попробуйте хотя бы полчаса у себя дома провести без зрения. Все мы, в первую очередь, визуалы. Даже те, кто плохо видят, кто в очках ходит. Поэтому, если вы хотите понравиться, нужно и выглядеть красиво. Но, а, я же еще хотела прокомментировать. Какой же все-таки секрет того, чтобы понравиться на первой встрече. А секрета нет. Если люди подходят друг к другу, они сразу срабатывают, как шестеренки. Если нет, то нет. И дело не в первом впечатлении. А вы мне напишите в комментариях, какая холостячка вам нравится больше всего. Жду от вас в пальчики вверх. И до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!